С падения цен на нефть начали сегодня работу ведущие мировые товарные рынки. Brent потерял больше доллара и опустился до 112,69 доллара. Смесь WTI подешевела также более чем на доллар. Из нее дает 108,36 доллара. Находившиеся в последнее время на относительно высоких уровнях цены на черное золото просели на фоне положительной реакции Дамаска. На сформулированное в понедельник предложение передать под контроль международного сообщества химическое оружие. Об этом пишут сейчас аналитики. Инвесторы с облегчением восприняли такое развитие событий на Ближнем Востоке, связанное со снижением угрозы американского удара по Арабской Республике. Так как, по мнению аналитиков, в новых условиях президенту США Бараку Обаме будет еще сложнее добиться в Конгрессе поддержки военной операции. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Векер. Как это не звучит парадоксально, но черное золото все-таки теряет свое влияние на рынке. Почему? Вот об этом мы и будем сегодня говорить с директором некоммерческого партнерства Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета Владимиром Корнеевым. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравствуйте. Корнев, моя фамилия. Корнев, да, простите. Ничего. И также у нас в студии директор Института нефтехимического синтеза имени ТОПЧИ в Российской Академии наук Соломбек Хаджиев. Здравствуйте, Соломбек Наибович. Добрый день. Вот известен тезис, о котором очень многие говорят аналитики, что нефть теряет свое влияние на экономики ведущих стран. Как бы вы это прокомментировали, Владимир Васильевич? Вы знаете, я бы хотел, чтобы мы начали комментировать этот вопрос, не сменяя в присутствии уважаемого академика Соломбека Наибовича Хаджиева. Я вряд ли возьмусь судить об этом. Не буду спорить. Да, поэтому я приадресую вашу вопрос. Давайте, Соломбек Наибович. Ну, нефть не может терять свое влияние. Это просто невозможно, потому что сказать нефть теряет свое влияние, но на данный быт. Это энергетика теряет свое влияние, потому что нефть и энергетика взаимосвязаны. Но другое дело, что человечество, кстати, все больше и больше думает о новых путях энергетического обеспечения. Это да. Альтернативных, назовем. Альтернативных, да, путях энергетического обеспечения. Ну, энергетического обеспечения. И пока эти пути в полной мере не будут реализованы, нефть не может потерять. Почему я говорю о том, что многие аналитики говорят именно так? Поскольку, когда мы говорим, например, об акциях, о том, что происходит на бирже, зачастую не влияет, зачастую не влияет в последнее время в это неспокойное финансовое время на ситуацию на фондовых площадках. Я понимаю, о чем вы говорите, да, что необходимо, чтобы появились и встали на ноги альтернативные источники. Но, тем не менее, нефть все-таки теряет этот вес, этот авторитет. Нет? Нет, ну, дело в том, что все-таки цены на нефть очень высокие. Очень высокие и, так сказать, комфортные для нашей страны и для производителей нефти. Поэтому вот на таком высоком у меня всегда трудно влиять. Вы уже находитесь на максимуме, так сказать. Я тут прочитал сегодня, что в 70-м году за баррель нефти на мировых рынках давали около 3 долларов, а сейчас больше 110. То есть разница-то большая. Да, не надо в 80-70-е годы, а вот в 98-99 году один баррель нефти стоил 10-12 долларов. Это кризис. Совсем рядом. Это и был кризис. Поэтому сейчас хорошие цены и, конечно, при таких высоких ценах небольшие колебания не могут так легко проявиться. Посмотрели бы, если бы вдруг стало бы 200 нефти или 50, как бы рванулами от акций и вообще мировая экономика. Владимир Васильевич, ну вот на самом высоком уровне в России говорят о том, что нужно избавляться от нефтяной зависимости в России. Как бы вы это прокомментировали? Может, вы уже думаете о другой сфере деятельности своей на фоне этих заявлений? А какой другой? Не знаю, альтернативный. Нет, я пока ни о чем другом не думаю, кроме как о деле, которым сейчас интенсивно занимаюсь. А дело мое состоит в том, что здесь, в Москве, мы готовим в 2014 году 21-й мировой нефтяной конгресс. Я специально откладывал этот разговор чуть подальше. Ничего. Мне хотелось бы сначала понять рынок и что такое нефть сегодня в нашем мире и для нашей страны. Вы знаете, то, что я вам скажу, это не будет каким-то откровением. Я тоже считаю, что на самом-то деле любая экономика любой страны должна развиваться не односторонне, чтобы не быть, значит, похожим на человека с флюсом, если вспомню Казьму Пруткова. Да, конечно, да, мы не должны упускать возможность использовать нефтедоллары или там нефтеевры, которые приходят в нашу казну для того, чтобы развивать другие отрасли нашей промышленности. Очень много говорили о технологиях в последнее время. Говорят о высокопродуктивных, о высокоэффективных производствах. Да, конечно, это надо делать. Но, с другой стороны, я не думаю, что это дело только в одних деньгах. Это вот целый комплекс мероприятий должен быть произведен. Ну, этот комплекс мероприятий я бы назвал мудрой политикой государства, понимаете? Мудрой политикой правительственных наших органов, тех, кто планирует наше развитие, тех, кто управляет финансовыми потоками. Вот только что мы с вами, до того, как началась передача, Соломбей Канайбович рассказывал о том, что происходит с молодыми специалистами, которых он готовит. С горечью. Вы же слышали, что он говорил с горечью о том, что 22 подготовил молодых ученых и специалистов, а школа Соломбей Канайбовича Хаджиева, это школа с большой буквы, и половину из них он утратил, они уехали в другую страну. Этого не должно происходить. Если они уехали в другую страну, они там будут развивать другие отрасли промышленности, а у нас здесь. Я назвал только одну вещь. Да, конечно, я считаю, что наша страна должна развиваться более гармонично, более многовекторно, чтобы у нас была диверсификация в нашей отрасли, чтобы мы получали доходы не только от одной нефти. Но это общее место. Сейчас все об этом говорят. Я когда-то в свое время прочитал, что банк идей реализован всего на 3%. Вот мне кажется, что вот эта идея о том, что мы должны быть... Банк идей в нашей стране вы имеется. Вообще в мире. Вообще в мире, да. Люди что-то придумывают, а потом не хватает сил для того, чтобы реализовать ресурсы. Вот так же это, та же самая идея. Она всем известна, всем понятна, но это надо делать. Ну, по большому счету, вы сказали, что необходимо грамотное управление, грамотная система. Значит ли это, что сейчас нет этого управления, грамотного, рационального использования тех средств, которые к нам приходят? Что вы думаете, Павел Мусаломбек Наибович? Ну, во-первых, я бы... Все-таки мне не нравится термин нефтяная зависимость. Но она существует. Ну, мало ли кто придумывает эти термины. Я бы назвал это нефтяное счастье. Вот представьте себе на минуту, а вот не было бы таких цен на нефть. Вот представьте на минуту, где бы мы с вами были всей страной. Это наше счастье пока. А вот разумно мы использовали или нет, это уже наши мозги. Вот нам подвалило счастье. Пойдут ли мы по-умному или не по-умному? Очень много делается и по-умному, конечно. Есть много глупостей. Главная проблема, я считаю, что вот пока еще в стране не сформировался тот климат, который втягивает в себя инвестиции. Не выталкивает деньги, а втягивает. Это главная сегодня проблема. Деньги пока утекают из страны. Да, это главная проблема. И утекают они не потому, что там вот какие-то там зловредные люди что-то куда-то выводят. Нет, утекают потому, что бизнесу еще недостаточно комфортно кладывать у нас деньги. И это главная проблема, как сделать, чтобы это было комфортно. Но утекают какие деньги? В основном зарубежных инвесторов, то есть те, которые вкладывались в бумаги, например. А нефтедоллары вряд ли, они же остаются здесь в бюджете. Ну, часть остается в бюджете, часть вкладывается в нефтянку. А нам же надо не только, чтобы нефтянку, а вообще в промышленность высоких переделов вкладывать. Там, где появляются, как сказал, высококвалифицированные рабочие места. Надо учесть еще одну тонкость. Россия, говорит, обладает голосальным потенциалом высококвалифицированных рабочих, чтобы не говорили. Это другой уровень вообще-то нашего рабочего. Там могут говорить, там такие всякие, но это неправда. Но их тоже не хватает. Да, их не хватает, но мы можем их, так сказать, множить. Мы можем умножить не, так сказать, тех, кто работает на черных работах, а умножить высококвалифицированных рабочих, инженеров. Наш, так сказать, цилизационный уровень. И вот в это необходимо вкладывать эти нефтедоллары. Да, именно туда. И они в отчасти вкладываются, но надо, чтобы не только наши, надо, чтобы другой капитал тоже к нам шел. А вот это зависит от нашего умения создать в стране такую разумную, взвешенную и ответственную атмосферу. 65 10 99 6, код города 495. Звоните, мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Мы сегодня говорим о роли нефти в нашей жизни, как это не парадоксально. Черное золото. Что это для нас сегодня? У нас в студии директора некоммерческого партнерства Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета Владимир Корнев и директор Института нефтехимического синтеза имени Топчаева Российской академии наук Соломбек Хаджиев. Но хотелось бы также, чтобы вы, уважаемые гости, нам объяснили еще такую вещь. В последнее время говорят о том, что добыча именно нефти вот в нашей стране, объемы ее падают. И одна из главных причин этого, низкий технологический уровень в нашей стране, это так или нет? Вы профессионалы, скажите мне, так ли это на самом деле? Нет, это не так. Наша, в общем-то, нефтедобыча за последние 20 лет пережила стремительное перевооружение. То есть мы обладаем технологиями, современными технологиями? Конечно, мы обладаем. И более того, сейчас мир настолько открыт, что у нас есть доступ к любым технологиям. Если в старое время все-таки были ограничения, валюты там нет, еще чего-то нет, у нас нет ограничений. Россия обладает доступ к любым технологиям. Другое дело, что объем работ колоссальный, громадный объем работ был подобыча, и в значительной части он решен. Второй этап сейчас настал по переработке нефти. Здесь, конечно, мы существенно отстали от мира. Но отстали не потому, что опять технологий нет. Отстали потому, что вот тот период вложений не наступил. Но уже вот последние три года идет очень большой объем вложений. Во-первых, Роснефть очень много вкладывает. Газпром нефть. Все компании. Лукойл. Поэтому еще 5-7 лет, и у нас будет один из лучших заводов в мире. У нас телефонный звонок. Павел нам звонит. Давайте послушаем его. Павел, здравствуйте. Да, добрый день. Хотел бы гостю вопрос, чтобы он... У нас два гостя. У нас два гостя. Ага, вот который про счастье говорил, что у нас в стране нефть. Да, Соломбик Наимович. Пусть он как-то вот сформулирует свою мысль для простых граждан, что, в общем-то, вот я лично, да, как простой обычный рабочий человек не ощущаю счастья. Вот, да, может быть, граждане Норвегии, они, да, чувствуют там, да, граждане Арабских Эмиратов, да, для них счастье, что там нефть в стране. А вот у нас-то в чем это проявляется, в наше счастье? Спасибо, Павел. Понятный вопрос. 65, 10, 99, 6. Кот города 495. Сдавайте свои вопросы. Ну, Соломбик Наимович, держите удар? Конечно, конечно. Я же сказал, на секунду, вообразите, чтобы нефть продолжала стоить 10-12 долларов за баррель, как бы страна сегодня развивалась. Это была бы совсем другая ситуация и у нашего... Павел-то имеет в виду немножко другое социальное положение, то есть эти нефтедоллары куда-то вкладываются, но мы не чувствуем эффекта, нет этого экономического стремительного роста, о котором так много говорят. Как же нету, нет, ну, стремительный экономический роста и там не было, где он называл места, но другое дело, что фактически значительно чаще... Ну, про Норвегию, про Норвегию это вы зря. Ну, вы, надо говорить о Норвегии, которая до была и которая после стала, это разные вопросы. Вот, ну, надо посмотреть, какую долю наша социальная программа составляет на ней нефтяные деньги и что бы с ними было бы. Вот, я думаю, что нефтяные деньги в социальных программах составляют не менее 40-50 процентов. Это означает, чтобы все было бы... То есть вы считаете, что их рационально тратят сейчас? Нет, я не могу сказать, что их 100% рационально тратят, да, потому что когда есть деньги, как тратить, у 10 человек будет всегда разное мнение. Но другое дело, что часть денег тратится рационально. Создан фонд национального благосостояния, созданы резервные фонды и в тяжелый момент они нам помогли. Очень много строится. Но главное, чего сейчас не хватает в стране, я бы сказал, это не финансовый вопрос. У нас в стране проблемы, я бы сказал, чисто моральные у нас. Мы их, в общем-то... Ну, как вот... Моральные? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что у нас сейчас главная проблема, чтобы люди научились бороться за свою жизнь, строить свою жизнь, вкалывать, как положено, значит, чтобы каждый на своем месте... Многие сейчас с вами не согласятся, потому что мы вкалываем, живем, выживаем, по большому счету. Вы-то да, наверное, еще это 50%, а 50% не выживает, а просто не вкалывает. И не собирается пока вкалывать. Ведь проблема у нас, я бы сказал, вот, если говорят, неправильно это распределяют, это же Дума распределяет. Вот сколько там людей, которые неправильно... То есть у нас проблема тогда в управлении, в менеджменте? Нет, менеджмент мы создаем, это мы все, это все думают, что какой-то дядя там пришел, нам менеджмент дает, Дума нам дает, руководство нам дает, это все мы делаем. Никто нам ниоткуда с неба не сваливает. Это, мол, только кому-то там, знаете, политиканам говорят, вот там, за рубежа там мешают. Мы сами. Но я подчеркиваю, что если бы не было нефтяных денег, у нас ситуация была бы еще хуже. Они есть, не очень рациональные, но они используются и приносят большую пользу. Я думаю, что мы еще не раз вернемся именно к социальной части, да, нефтяных денег, которые поступают в страну, а к экономике. Но хотелось бы, чтобы мы закончили также мысль по поводу переработки нефти, да, о чем мы говорили в первой части программы. Владимир Васильевич, вот эти технологии, которые необходимы нам для того, чтобы переработка была более эффективной, да, и мы конкурировали на этом рынке, для этого достаточно делается сейчас? И что не делается, на Ваш взгляд? Владимир Васильевич, вот эти технологии, свидетельство тому и активное участие вот наших нефтехимиков и нефтепереработчиков в разного рода мероприятиях, где они докладывают и рассказывают о своих технологиях, которые они производят. Я тут думаю, что, как бы это правильно сказать, наверное, средств все-таки достаточно, а другое дело, как их рационально будут использовать. Но сейчас также много говорят о том, что у нас не открываются новые месторождения, это большая беда. Это так, Владимир Васильевич? Нет, ну, опять... Либо если мы открываем какие-то месторождения, то обязательно в консорциуме с кем-то из-за рубежа. Да, мир, он настолько уже проник друг в друга, что вообще в отдельности открывать сложно, потому что, допустим, вот переработка, да, мы владеем почти всеми технологиями, которые есть в мире. Ну, почему тогда мы не конкурентоспособны? Нет, мы конкурентоспособны, мы просто не строили какое-то время, потому что это была эра вложений в добычу, где быстро отбивались деньги, где быстро возникали, так сказать, новый добавочный капитал. Сейчас эра переработки наступает, и страна начала строить, и построить, и ближайшие, говорит, через 7-10 лет у нас страна по ней переработать будет другая. Но, вы же понимаете, у нас 150 миллионов, а в мире 7 миллиардов, не может 150 миллионов везде быть впереди, это просто невозможно, по определению невозможно, даже если с 7 пядей во лбу невозможно. Поэтому, конечно, мы как-то вот свою долю процессов в мире имеем во всех направлениях, а у них переработки мы вообще владеем всеми процессами, чего, в общем-то, еще одна страна только владеет, американцы. Больше никто в 7 процессами переработки одновременно не владеет, как наша страна. Это другая, так сказать, часть. Но дело в том, что ведь опять, любое действие, это не самоцель. Оно должно быть экономным, правильно рассчитанным. Оно должно быть окупаемым. И в этом плане страна идет вперед все-таки. Надо отдать должное нашей стране, мы движемся. Вы Москву видели? В смысле? Что вы имеете в виду? Ну, так, вокруг оглянулись. Ну, конечно. Так вот, вот этой Москвы 20 лет назад не было. Тут живем, в общем-то. Конечно, есть безобразие в Москве, типа точечные застройки. Но это другая Москва, не та, которая 20 лет. Это за 20 лет наша страна сделала. Но вы считаете, что это заслуга нефтедоллара в основном? Нет, я считаю, это заслуга граждан России. В том числе, каким-то образом нам Бог помог, что нефтедоллары у нас появились. Но это заслуга россиян. Вот такую столиту сделать за 20 лет всего-навсего. Это заслуга большая. Но есть еще большая страна, большие города. Это тоже требует вложений и больших. Да, есть, но и, так сказать, их очередь сейчас подходит. И многие города начали уже перестраиваться. Посмотрите на Питер. Посмотрите, вот пойдите по городам. Я-то езжу довольно часто, да. Казань, посмотрите, какое стало. Казань. Нет, нет. Страна меняется. Надо быть объективным немножко. В основном меняются те города, которые как раз-таки обладают этими нефтедолларами. И слава тебе, Господи. А другие, другие страна-то большая. А можно я чуть-чуть вернусь назад? Вот Соломбек Наевич сказал про моральное качество людей, которые... Ну, я, может, не совсем правильно цитирую. Он сказал, что это проблема для нашей страны. Вот вы знаете, я, конечно, не хотел бы вашу работу сейчас выполнять за вас. Но мне хотелось бы спросить даже вот у Соломбека Наевича. Соломбек Наевич, а вот когда вы об этом говорили, это можно как-то соотнести с тем, что произошло в Москве на выборах? Вот всего 33% москвичей пришли решать свою судьбу. А остальным это что? Безразлично, лень? Или это, может, отказаться относится к той самой категории, которую вы назвали? Люди не хотят сами вершить свою судьбу. Ждут, когда придет кто-то и принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Я, может, чищу резок. Я прошу прощения. Если бы что не хотели, это полбеды. Они еще себя оправдывают тем, что все равно ничего не изменится. И сидят дома. Что значит ничего не изменится? Иди и свой голос хоть сделай. Так нет же, они сидят дома, ничего не изменится. Как было, что мой голос? А он свое безделье или свое лень этим оправдывает. Люди просто не понимают, как они могут повлиять, кроме выборов на те процессы, которые происходят. Даже на то, как распорядиться этими нефтедолларами. То есть система настолько непрозрачна, на их взгляд, что они разуверились в этом. Понимаете? Вот что вы могли бы тогда этим людям сказать? Как сделать систему получения этих денег? За сырье, за наше богатство. Так, чтобы они распределялись грамотно. У нас два варианта. Какие? Первый вариант. Или большой добрый царь эту систему сделает прозрачной. Или мы сами ее сделаем прозрачной. А эту систему вообще распределить денег, утверждает государство дума. А теперь на секунду вздумайте, как мы ее выбираем. Как мы ее выбираем? И эта дума, которая обязана защищать наши интересы, что она там защищает. Поэтому не надо надеяться на большого доброго царя. Царь свое дело делает, какое может. И который обязан. Интересно, как вы говорите. За себя, за себя, за себя, за себя надо немножко побеспокоиться. И не выбирать думу, которая будет шлепать законы непрозрачные. Не выбирать думу, которая не говорит нам, куда она нефтяные деньги девает. Там законы делаются. Они наши защитники. Но по большому счету у нас-то и выбора не было. Нам предложили определенное количество партий. Мы и выбирали. Правильно? Мы, вот как избиратели, не смогли повлиять на этот выбор. То есть у нас есть уже определенные карты. Их разложили. Выбирайте. Мы продолжим этот разговор с вами буквально через несколько минут. 65, 10, 99 и 6. Код города 495. Или пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Мы сегодня говорим о нефти, о нефтедолларах и о роли черного золота в нашей жизни. Напомню, что сегодня у нас в студии директор некоммерческого партнерства Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета Владимир Корнев и директор института нефтехимического синтеза имени Топчаева Российской академии наук Саламбек Хаджиев. Мы затронулись с вами. Вот плавно так перетекли. Перешли в другую совершенно систему координат. От нефтедолларов стали говорить о государственном устройстве. И по большому счету у нас зацепила фраза ваша, Саламбек Нанимович, о том, что наша страна и наши люди, граждане России, теряют некую мораль, которая должна присутствовать. То есть мы ленивые, судя по вашим словам. Можно сделать такой вывод. Мы не хотим работать, мы не хотим участвовать в выборном процессе и так далее. Но на самом деле это наверняка не так. Ну вы вообще не точно. Я не говорил, что ленивый. Я сказал, что часть наших людей. Часть, 50%. Это очень большая часть. Вернемся назад, к морали. Скажите, вот все жалуются, что у нас нарушение при выборах. Правда же? Что вот нам три партии дали, вот там, и вот там, и четыре партии. Мы должны руководствоваться. Это все соответствует, действительно. Это самообман. Ведь в этих участковых комиссиях, которые нарушают, сидят наши друзья, родственники, племянники, тети. Мы сидим там. А потом каждый рассказ, как его начальник заставил. Так что же за мораль? Это когда начальника можно ставить, подлечить и голоса подтасовывать. И это люди, по-моему, а что моральные? Вы знаете, вот было 2006 год, по-моему, или 2001, в Чечне было референдум по поводу взаимоотношений с Россией. Соединение. Так вот, я поехал домой, и мне задали вопрос, как сделать, чтобы честным были? У нас, в родном селе. Я сказал, нет, вам, я говорю, никак, вам не нужны честные выборы. Он удивился там, стоял, как это ты, что ж ты целом бегаешь? Я говорю, как? Там же участковая комиссия, ваши дети, ваши племянники, ни одного из Грозного или из Москвы там нет. Вы говорите, вы не можете сделать, чтобы они честно считали голоса, а мы приехали из Москвы или из Грозного, вам должны сделать. Да не морочите голову, вам не нужна честность. И нечем вопрос задавать. А сейчас? Честные выборы в Чечне? Сейчас надо учитывать, когда Чечне говорит, что когда идет внутренне, они честные, когда одноорганизм сел, городов наших. Когда речь идет о России, чечне рассуждают просто, ну, нужно России, там, вот этот человек, ну, пусть они его, будет он им. Она занимает, это вообще мораль, вот, общинная мораль. Не лезь своим уставом в соседнюю общину. Это другое. Там надо оценить не Рабзана, а саму мораль, которая существует там. Но мы вернемся к нам. Ведь никто этих людей участковыми не заставляет это фальсифицировать. Они хотят это делать, чтобы подвизаться. Никто им не мешает быть честными. В конце концов, подай заявление, иди домой. Но не делают же. Поэтому это и есть проблема морали. Вообще в стране у нас очень серьезная проблема морали. Это вообще отдельная тема для разговора. Если честно, это отдельно об этом нужно говорить. И более подробно, и, мне кажется, с мнением наших слушателей, прежде всего. Потому что это очень спорный момент, тот, который вы затронули по поводу морали. Если вернуться все-таки к нашим баранам, я имею в виду к нефтедолларам. Я знаю, что есть еще одна проблема в вашей сфере. Это налогообложение, о котором так много говорят. Идет спор по самым разным режимам налогообложения. 60, 66, 90 и так далее. Вообще, что плачете-то, нефтяники? У вас же все хорошо. Зачем вам льготный режим налогообложения? Вот это разве не нарушение морали? Давайте поделим вопросы. Скажите, вот если, например, нефть стоит 700 долларов за тонну. Ну, в тоннах людям легче понимать. Сколько из них изымается бюджет? Ну, я думаю, процентов 90, наверное, должно изыматься. Ага, сначала... 10% на развитие достаточно. Сейчас, сначала 90 изымается, правда же? Нет, изымается 10% не только на развитие, еще на добычу. Надо же как-то ее добывать, да? Ну, не чуть-чуть меньше. А сколько? Ну, я думаю, 50% идет на эксплуатацию. Если 700, например, оставить 100 долларов, то полста уже уходит. Нету их, остается полста долларов. А теперь попробуйте построить один комплекс глубокой переработки нефти. Значит, хороший комплекс глубокой переработки нефти стоит от 3 до 4 миллиардов долларов. Окупаемость его сколько? Ну, его окупают в день от 10 до 12 лет. При этом вы должны понимать, что не сама цель же построить. Надо иметь рынок. А у нас 150 миллионов человек всего. У нас очень сжатый рынок. У нас на человека берут фактически в год нефти расходуется 1 тонну. В Америке 2,5 тонны на человека расходуется. Там рынок большой, люди богатые. В Европе 2 тонны. И что же на эту одну тонну я создаю комплекс, а потом я его окупить не могу. 10, 12, 15 лет уходит. Поэтому вот это разговоры, когда вот такие простые, вот такие всякие, это все безграмотных людей разговоры. Так вы поясните свою позицию. Значит, позиция такая, когда мы делаем там 60-60-90, всегда, значит, бизнес считает, вот, как он дальше будет жить. Конечно, есть бизнесмены, которые любят в любом случае плакать. Это закон бизнеса, всегда ныть и что-нибудь отцарапать. Но мы же легко это все можем просчитать. Сегодня эта система, она, в общем-то, ну, прижилась. Она нормально работает. Но она для нефтяников, в общем-то, очень сильно жмет их в развитии. Очень сильно жмет нефтяников. И, в общем-то, в ресурсах, которые остаются у них в распоряжении. И возможностях, так сказать, нового строительства. Но, тем не менее, эта система работает. Сейчас пытаются опять непривно куда-нибудь изменить. Ну, надо, чтобы люди хоть встроили систему. Не надо непривно дергать, потому что... Вот вы посчитали по одному бизнес-плану, да? Строительство. А через год вам поменяли, и дальше что? Вот с татарами так, в Татарстане так произошло. Они посчитали, и через год все поменяли. И они в убытках оказались. Вот как сейчас вроде кое-как там выправились в правительственном постановлении специальном. Это непростое дело, так сказать, строить бизнес, крупный бизнес, миллиардный бизнес. А льготы нужны сегодня для новых проектов, для нефтяников? Смотря какие. Это надо смотреть. Ну, прежде всего, в налогообложении. Ну, если говорить о глубокой переработке нефти, а это, значит, рациональный комплекс исполнительный, там льготы нужны. Это все-таки очень дорогое удовольствие. Я не знаю ни одного комплекса, который можно было в хорошем меньше, чем 2 миллиарда вообще построить. Что вы можете сказать по поводу эволюции европейского нефтяного рынка? Вот эти изменения, которые сейчас происходят. Вообще отношение к потреблению нефти из России. И перспективы ценообразования. Особенно вот нашего российского сорта Юрлс. Ну, тут проблема какая. Ну, во-первых, в Европе, вы знаете, экономика немножко стагнирует. И, соответственно, покупательная способность уменьшилась. В Европе часть уже нефтепероборожных заводов просто убыточной. Да, да. Прямо предлагается. И часть нашей нефтяной компании даже часть из них купила. Так что сегодня них переработки в европейской, ну, в общем-то, очень тяжелом финансовом состоянии. Это первая проблема. Вторая проблема о том, что очень быстро появятся альтернативные ресурсы и цена на нефть, в общем-то, она рухнет, она не очень точная. То есть вы не верите в эти прогнозы? Нет, я верю, но они не будут. А, то есть это может быть? Это может быть, это будет неизбежно. Другое дело, что это не будет ни зато, ни послезато, ни через 5 лет. Это достаточно медленный процесс. Вообще смена. У человеческих людей были смены. Мы начинали с вами, помните, когда-то с дров, пик потребления дров у человеческих был, потом уголь, пик потребления угля, потом нефть, потом газ. Эти пики всегда были и будут, но это очень медленный процесс. Это десятилетиями это будет. Поэтому реально эта проблема, может быть, возникнет, но серьезно, где-нибудь в 30-м годах. То есть не скоро? Это не скоро. Ну, вообще, в историческом плане это очень скоро. А в чисто человеческом плане это все-таки 15-20 лет. Ну, а что касается самой цены на нефть, сейчас 110. Многие говорят о том, что она будет снижаться. Когда она будет снижаться? В ближайшее время это возможно? Вы чувствуете это по конъюнктуре рынка? Нет, года 3-5 это невозможно, но лет через 3-5, если все зависит от того, как пойдет так называемая сланцевая нефть. Если она пойдет так, как возвещает Соединенные Штаты, то цена нефти может упасть где-нибудь до 60-70-80 долларов за баррель. Но это вот от того, как она пойдет. А мы готовы к этой революции? Ну, знаете, когда мы... Но вы профессионалы, нефтехимики. Вы же прекрасно понимаете, о чем вы говорите, да? Насколько мы готовы? Ну, что значит готовы к падению цены? Это вообще сложный... Ну, хорошо, давайте посмотрим на газовый рынок. Да, там тоже сланцевый газ. И что? Цена на газ рухнула, о чем вы говорите, существенно. Мы были не готовы. Но это другая песня. Многие просто из наших высокопоставленных чиновников открещивались просто от этого даже термина, сланцевый газ, смеялись. Говорили о том, что... О чем вы говорите? Это все ерунда полная. Ну, вы знаете, ведь в этом действительно мы оказались не готовы. Вот. И совершенно, более того, даже действительно некоторые руководители газовой промышленности не хотели слушать об этом. Все этому вражески... А их раздражал даже разговор или вопросы. Да, вражеские происки. Вот. Но, тем не менее, факт состоялся. Естественно. Но он, конечно, не столь могуч, как подают, иногда у нас или за рубежом. Но, тем не менее, факт состоялся. Но нет худа без добра. Нет худа без добра. Худо, что цены упали, и мы потеряли доходы. Но есть добро. Цены упали и на внутреннем рынке. И сегодня «Газпром» думает, как развивать внутренний рынок газа. Они уже думают о том, чтобы строить громадную сеть заправочных станций. Да, уже целая программа. Уже наша промышленность стала чуть-чуть дышать легче. Раньше получить квоты на газ было практически невозможно. А сейчас они готовы в лед выдать квоты на газ, лишь бы ты завод построил. Нет худа без добра. Но это нормальное явление рынка, чтобы вы знали. Вот учитывать этот опыт ведь необходимо. Вроде он как и негативный. Да, вы говорите, что есть и положительные стороны. Но если будет сланцевая нефть. Поэтому я спрашиваю, мы будем готовы? Мы сейчас что-то делаем для этого? Ну, единственное, что мы можем делать, если будет сланцевая нефть, это строить глубокую переработку нефти. Ее строят. Ее планируют. Она просчитывается. Ее строят. Второе. Надо было бы вообще делать еще предприятие глубокого передела. Переходить на полимеры, полиэфиры, углеродные волокна. Это более сложная задача. Хотя она и существует. Тут проблема, насколько нам удастся вырваться на внешний рынок. Я еще раз подчеркиваю, у нас очень маленький рынок в стране. Очень маленький. Вот полипропилен был проблемой в нашей стране. Мы его закупали. Еще полгода и никакого полипропилена мы уже не будем закупать. У нас будет проблема, куда его продать. Она рванулась под усилиями Сибура. Значит, целых ряда компаний. У нас полипропилен будет бог на полную катушку. И так, и по-другому, навсегда будет в будущем проблема, куда продать. Но сейчас у нас на внешних рынках основные партнеры кто? Кто у нас покупает нефть? Я видел статистику Нидерланды, Италия, Китай, Польша и Германия. Ну, вообще, пока Европа больше покупатель, но в перспективе это будет Китай. Но с Китаем у нас проблемы, мы никак не можем договориться по поводу цены. Ну, проблемы потом, что они умные, тоже торгуются. Мы торгуем все. Это же проблема бизнеса. То есть мы ориентируемся сейчас на Поднебесную? Нет, не ориентируемся, но тем не менее, это же полтора миллиарда человек. Это же полтора миллиарда, быстро растут. Конечно, там колоссальный, так сказать, рынок. Опять вопрос рынка. Европа уже максимум своего рынка практически достигла. И дальнейший рост будет только за счет роста экономики. А рост экономики европейской будет, ну, 1%, ну, 2%, ну, 3%. Больше не будет реально, потому что они и так на максимуме большом. Поэтому рост потребления в Европе невозможен. И даже за счет альтернативных источек будет немножко снижаться. А в Китае это возможно. Там рынок Япония, Китай, да, в общем, тот регион. Далее нас очень сильно заинтересует Олимпиада 2014 года, нефтяная. Об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Итак, заключительная часть программы «Парадокс». Мы говорим сегодня о черном золоте, о нефти и о роли черного золота в нашей жизни. 65, 10, 99 и 6, код города 495. Или пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Я знаю, что с 15 по 19 июня в Москве будет грандиозное событие. Называется это «Мировой нефтяной конгресс». И вы, господа, его организаторы. А некоторые из нефтяников называют это «Олимпиадой 2014». Не та Олимпиада, которая будет в Сочи, а вот ваша. Кто с кем соревноваться-то будет? Или почему вы называете «Олимпиадой»? Вообще-то «нефтяная олимпиада» — это не мы придумали такой термин. Это придумали западные СМИ. А придумали они это потому, что право получить Олимпиаду, вернее, «Мировой нефтяной конгресс» сходит с тем, похоже на то, как это получает право проведения Олимпиады. Мы получили это право в 2010 году, когда на заседании Мирового нефтяного совета в Пекине, которое состоялось тогда, 44 страны, которые представляют Мировой нефтяной совет, вернее, были 44 страны из 65 стран-членов Мирового нефтяного совета, они во втором раунде голосования отдали победу заявке Российского национального комитета против заявки Соединенных Штатов Америки и Колумбии. Колумбия выбыла в первом туре голосования, а во втором туре мы победили Америку с гордостью, говоря об этом. 24 голоса были отданы нам и только 20 Соединенным Штатам Америки. Олимпийские объекты вы не строите? Вот-вот, я как раз продолжу. Дело в том, что как раз и дальше это тоже напоминает Олимпиаду, потому что мы, организаторы, делаем вот как раз олимпийские объекты. Мы строим стадионы, но участвуют в этом мероприятии. Программа этого мероприятия составляет Олимпийский комитет в случае с Олимпиадой, а Мировой нефтяной совет в случае с нашим Мировым нефтяным конгрессом. Программа конгресса, она выработана была, техническая ее часть, она была выработана Мировым нефтяным программным комитетом в количестве 17 человек, это представители разных стран. Вот они составили эту программу. У нас свой был российский программный комитет, вот Соломбек Наибичи в него тоже входил. Мы дали свои предложения с тем, чтобы эта программа была актуальна для российского нефтегазового комплекса, и на заседании программного комитета, которое проходило здесь у нас в Москве, нам удалось нашу тематику продвинуть. Ну и вот сейчас мы находимся такой на решающей стадии, что ли, подготовки этого конгресса. Меня интересует мясо. И вот вы рассказали о технологии, а чем вы купили-то этот, чем вы заинтересовали, да, мировое сообщество, что такая честь выпала в Москве? Вы знаете, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Дело в том, что ситуация была очень своеобразная, я ее все описывать не буду, но когда у меня помощник одного из наших высоких руководителей спросил, а вот как вы смогли это все получить, что вам это стоило, я сказал, что нам стоило 11 миллионов. Он сказал, что долларов, я сказал, что нет рублей. Это вот 11 миллионов рублей, это заработная плата четырех человек, которые составляли российский национальный комитет в то время. Штатные работы. Хорошая зарплата. Вы думаете, для троих 11 миллионов, это не так много. Но для вас нефтяников, наверное, нет. Нет, это на 12 месяцев, с учетом налогов, платы за офис и так далее. Не важно, не важно, цифра впечатляет. Нет, ну с ним ездили два моих сотрудника, средний оклад, который был по 23 тысяч. Расскажите, на что потратили деньги. На офис, на содержание офиса, на издание рекламных буклетов, на командировки. Мы проехали очень много стран, к которым мы приезжали, чтобы пожать руку и пригласить их голосовать за нас. Собственно говоря, вот на это и ушли эти деньги. Вы меня знаете, мы даже сбились слегка с... Ну вы назвали цифру, 4 человека, 11 миллионов. Это я сказал, что зарплата, это неправда, конечно. Возможно, я оговорился, это все содержание офиса. Это содержание... То есть бюджет. Да, бюджет, правильно, вот. Вы правильное слово подобрали. Бюджет на то, чтобы представить страну. Да. И когда по-настоящему, то если оценивать то, что произошло, то, конечно, я могу вам сказать, что, во-первых, мы опирались на авторитет нашей страны в Мировом нефтяном совете. Мы опирались на авторитет наших нефтяных компаний, которые являются, многие из которых являются мейджорами. И мы, конечно, опирались на личное отношение к нам среди тех людей, которые составляют Мировой нефтяной совет. А это, вы знаете, люди, которые в основном представляют людей науки, они достаточно интеллигентны, они терпят византийщины, они очень любят нормального, простого человеческого взаимодействия. Слушайте, это была просто презентация страны, презентация чего, компаний. Или вы чем-то еще заинтересовали? Или вы заинтересовали какими-то новыми разработками? Но в олимпийском движении понятно, там что было все рядом, рядом была олимпийская деревня, все олимпийские объекты. Там понятно почему и сколько это будет стоить. А вы-то чем вот в своей сфере заинтересовали? Я уже сказал вам, что программу формируем не мы, программу формирует Международный программный комитет. И поэтому сказать, что какими-то особыми темами, которые будут включены, мы не могли просто заинтересовать. Еще раз говорю, это прежде всего интерес к нашей стране, интерес к нашему нефтегазовому комплексу и интерес к нашему городу, городу Москве. Вот именно это сыграло большую роль. Потом, я думаю, что хотя мы и всегда заявляем о том, что мы не являемся политической организацией, я имею в виду Мировой нефтяной совет, но, конечно, политика там тоже присутствует. Ну, как-то без политики, особенно в такой сфере. Совершенно верно. Поэтому я думаю, что очень многие страны, хотя это у нас было там тайное голосование и никто не мог установить доподлинно, кто за кого голосовал, я думаю, что вот эти соображения тоже сыграли свою роль. Владимир Васильевич, ну, а что нам-то от этого? Ну, хорошо, пройдет у нас этот мировой нефтяной конгресс. Что мы получим в конечном итоге? Ну, будут заседания, вы отработаете свою программу. В итоге что? Мы станем больше добивать нефти, найдем новые рынки сбыта. Что произойдет? Мы больше будем получать нефтедоллары? Что получаете вы, когда человек пишет стихи? Удовольствие. Мы узнаем свое место в нефтяном мире. Интеллектуальное место. Интеллектуальное место. А мы что, не знаем, какое место мы сейчас занимаем в мире? Вот поэтому к нам и поехали. Поэтому к нам и поехали. Там вообще определяющий был интеллектуальный уровень нашей страны в нефтяном деле. Не количество нефти добываемое, а именно интеллектуальный уровень. И голоса так и шли. Вот вместе с ним ведь ездило два научных работника. Значит ли это, что у нас есть некоторые идеи, которые интересны на Западе? Конечно. Сто процентов. Во-первых. Во-вторых, ведь там в основном же докладывается что? Во-первых, докладывают самые новые процессы. Обязательно. Вот значительная часть в нефтяном конгрессе, это рассказ о последних процессах, которые созданы в нефтяной отрасли. Вторая часть. Это вот какие-нибудь новые направления. Например, вот тоже сланцевый нефть там будет. Или там вот шельф. Третье. Это экономика транспорта, экономика современного, так сказать, мира в связи с нефтью. Это вот такие три крупных куска. Но из них именно научная часть или созидательная, она составляет, я бы сказал, полста процентов. И поэтому с ними ездили научные работники наши, которые тоже свою, так сказать, роль играют каким-то. Сколько человек должно приехать в Москву, Владимир Васильевич? Мы ожидаем, что это будет не менее 5000 делегатов. Это делегатов конгресса. Но кроме того прочего, кроме этого в Москве будет проходить приуроченная к конгрессу мировая нефтяная выставка. Мы ожидаем, что это будет выставка размером не менее 50 тысяч квадратных метров. Это достаточно большая выставка. И туда в общей сложности количество гостей, которые приедут нам в Москву, где-то будет исчисляться числом 20-22 тысячи человек. Я так понимаю, конгресс сам заинтересует в большей степени профессионалов. А вот простые, обычные жители, граждане страны могут прийти, что-то увидеть? На выставку да. На выставку могут, конечно. Но дело в том, для участия в конгрессе необходимо оплатить регистрационный взнос. Ну понятно. Вообще-то, я хочу вам сказать, дополнив ответ на предыдущий ваш вопрос о том, что даст это стране. Вот вы знаете, все страны, в которых проходили конгрессы, предыдущие мировые нефтяные конгрессы, в них происходил некий всплеск того или иного уровня высоты, всплеск развития сотрудничества международного, научного, научно-технического и любого иного сотрудничества в области бизнеса. Вообще-то, конгресс, вы знаете, это не что-то такое новое совершенно. Люди уже тысячи лет собираются для того, чтобы что-то обсудить. Я думаю, что они даже знают. Конечно, знают. Да, конечно. В этой сфере друг друга вы точно представляете себя специалистов из Америки, из Германии. Это тоже играла роль. И знакомые даже дружите наверняка. Мы даже тяжело альтерии не успели подключить, если правда говорить. Ну да. Это вы кого имеете в виду? На самом верху? Ну да. Единственное, кого мы подключили, это Сечен Игорь Иванович. Вот его мы подключили. А выше уже мы не подключали, мы уже такими силами обошлись. Вот такими, я бы сказал, разумными силами обошлись. Хотя я думаю, что сфера очень интересная и для первых руководителей страны, которые могли... Мы мечтаем о том, чтобы на открытие, которое мы планируем провести в государственном Кремлевском дворце, придет президент страны и выступит там с приветственным словом. Собственно, это некоторая традиция, почти регламент мировых нефтяных конгрессов. На инаугурационной сессии в Испании, в Мадриде выступал король Испании. В Катаре, в Дохе, в 2011 году на 20-м конгрессе, конгресс открывал эмир Катара. Мы надеемся, что Владимир Владимирович придет, примет наше приглашение. Сейчас мы организационную работу ведем силами исполнительного органа, который я возглавляю. А кроме того, у нас еще есть организационный комитет, который возглавляет Аркадий Владимирович Дворкович. В его состав входят 40 человек. Это, я бы сказал так, представители исполнительной власти, руководство наших нефтяных компаний, представители Академии наук, представители вузов нашей страны. Их всего около 40 человек. Вот они являются представителями оргкомитета. А сколько стран будет принимать участие в Конгрессе? В Конгрессе будет принимать участие, по нашим оценкам, представители около 90 стран. Они уже дали подтверждение? У нас 1 сентября открылась регистрация, онлайн-регистрация в интернете. И любой желающий, который захочет участвовать в нашем Конгрессе, он может зарегистрироваться и принять участие. 65 стран дало уже. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Я благодарю вас за те ответы, которые вы нам дали. Тема очень интересная. Я думаю, что мы не последний раз встречаемся в этой студии. Удачи вам в подготовке Мирового нефтяного Конгресса. Это была программа «Парадокс». До встречи. До свидания.